МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Служба информации телекомпании Орегус продолжает свою работу. О главных темах и событиях дня расскажем в вечернем выпуске Восточного экспресса в студии Несопитонова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Первый вальс и первый звонок, как в Улан-Удэ, встретили 1 сентября. Подробности в материале Кристин Сосниной. Учебный год только начался, а родителей уже пугают возвращением дистанционки. Так надолго ли дети задержатся в школах? Разбирался Сергей Смоленинов. Дезинфицирующие средства поступили во все школы Улан-Удэ. Их наличие проверил Алексей Турубов. Утром деньги, а товар не скоро. Почему автомобиль не может попасть к своему новому законному владельцу? Разбирался дежурный по городу. В школах Бурятия прозвучал первый звонок. В этом году линейка только для 11-х и 1-х классов. Но ковидные правила праздника не отменили. Почти 150 тысяч детей начали сегодня учебный год. С какими планами и надеждами они расскажут сами. Продолжение следует... Расскажи. Ну, не вопрос-то. Чем отличается для тебя это первое сентября? Тем, что оно будет самым счастливым. Я познакомлюсь с одноклассниками и узнаю имя нашего учителя. И этот день будет самым незабываемым. Прямо со школ учиться. Ну, мне как-то страшно, я волнуюсь. Первое сентября я очень мечтала сюда попасть. Потому что я всегда хотела. А еще холодно. А ты хочешь дома учиться или в школе? Дома. Почему? Потому что я не хочу сюда постоянно ходить. На учебу мы с учим, собираемся у школы. Мы с букетами в руках. Примызнанием готовы. И теперь по-паспортам. Через три класса, что школа, где... Ну, я же хочу жить умным. В школе. Я без пинка не могу учиться. Мы все-таки не педагоги. То, что мы были на дистанционном, это было очень трудно. Поэтому мы ценим и любим только педагогов. Хочу друзей. Очень хорошо. Холосом. Не знаю сама. Легкой учебы. Жду друзей. Жду. Учительницу. Главное хорошо сейчас дать ЕГЭ. Ну, и чтобы выпуск мы не отменили. Маски. Маски. Мэр приезжает к нам. Впервые в жизни. Можно сказать, я его увижу, честно говоря. Уважаемые учителя и родители. Я от всей души поздравляю вас с новым учебным годом. Желаю вам крепкого здоровья. Бодрости духа, благополучия. И, конечно, огромного-огромного терпения. Спасибо вам. И с праздником. Эй, грех! Ура! Ура! В школах Яравнинского района это связано с тяжелой эпидситуацией после недавней вспышки заболеваемости. Есть в списке также городские учебные заведения. Кому не повезло и ждать ли скоро возвращения дистанционки, расскажет Сергей Смоленинов. Все-таки мы ожидали, что все школы у нас выйдут в штатном режиме. Но не сложилось. Входной анализ на коронавирус для педагогов появил заболевших в трех заведениях города. В 20-й и 22-й школе на учебный процесс это не повлияет. Начальные классы школы-интерната номер 28 пока за парты не вернутся. А вот в 102-м квартале все не так гладко. 53 сотрудника 108-й гимназии в круге контактных лиц после сдачи анализа на ковид. По иронии судьбы медсестра, бравшая у них мазок, сама оказалась источником. Позже уже выявился контакт, что она была в группе контактных. Утренний фильтр она прошла и на сегодня у нее бессимптомная форма заболевания. Ситуация так сложилась, конечно, никто не предполагал. Очень надеемся, что наша медицинская сестра работала в полном СИЗИ. И учитывая то, что у нее не было проявлений заболеваний клинических, что мы очень надеемся, что никого не инфицировала она. Оправдаются ли надежды, узнают после 4 сентября, когда педагоги сдадут повторный анализ. В любом случае учреждения останутся закрытыми до середины месяца. Поэтому в родительских чатах все чаще поднимают вопрос, а не вернут ли всех вновь на дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это такая альтернатива на случай крайней кризисной ситуации. В любом случае мы максимально будем стараться, чтобы обучение велось в очном формате. Все меры, которые предпринимаются, они направлены на то, чтобы мы учились, работали и жили нормально. Особое внимание на первых, девятых и одиннадцатых классах. Для остальных в каждой школе предусматривает свой плавающий график. Главное – соблюдение новых санитарных норм. Они продлятся как минимум до конца года. Входная термометрия, постоянная дезинфекция рук, перчаточно-масочный режим для обслуживающего персонала. Естественно, когда носители, их трудно диагностировать при проведении тех мероприятий по утреннему фильтру. Но дополнительно большое число рециркуляторов, значит, из республиканского бюджета закуплено для школ. Также дополнительно везде кожные антисептики в местах самого скопления. То, что разграничиваются перемены, да, то, что в классах будут сидеть по отдельности. То есть эти все другие меры, они будут способствованы тому, чтобы у нас не было распространения, даже в случае, ну, допустим, кто-то из носителей зайдет. Также помочь должна и вакцинация от гриппа. С сегодняшнего дня в школы должны были вернуться более 147 тысяч детей. Пока это не смогли сделать всего около 800 учеников. Вырастет ли это число, узнаем уже в ближайшие недели. Сергей Смоленинов, Виктор Агафонов, телекомпания «Аригус». Новые правила требуют определенных усилий и средств. До 6 сентября в школы поступят более 60 тысяч литров антисептиков. Как защищают от вируса, покажем в следующем сюжете. У каждого входящего в школу ребенка должны измерить температуру, занести ее в журнал, позже обработать руки дезинфицирующим средством. Но вот маску ребенок может одевать в школе по желанию. Дезинфекции как часто ее проводят? Как заходят в класс, руки дезинфицируют, проверяют температуру, все получается. В каждом санузле есть напоминалки, как правильно мыть руки. Так что каждый ученик должен эти правила знать на зубок. По требованию Роспотребнадзора санитарная обработка помещения, а в частности столовой, должна осуществляться после каждого приема пищи. Уборщица вытирает скамейки, а кухонные работники – столы. Вот такое разделение обязанностей. Воздух необходимо тоже чистить, но мы сейчас ожидаем поставки от Министерства образования, вот этих так называемых рециркуляторов воздуха. Но думаю, в течение сентября они должны появиться. Обработка помещения провелась у нас до начала учебных занятий. Во-вторых, согласно требованию, уборка генеральная будет проходить после каждой смены туалетов и помещения общего пользования после каждой перемены. День знаний совпал с открытием новой школы в пригороде Улан-Удэ. Современное полностью укомплектованное здание получили дети из Улуса Хайтабе. Как это было и почему школу открыли именно в этом районе, расскажет Артемий Ушаков. Средняя стоимость одного учебного места – почти миллион рублей. Здание рассчитано на 450 школьников. В Улусе оно появилось по национальному проекту образования. Все разрешительные документы едва успели подготовить за три дня до начала учебного года. В нашей школе будет работать более 40 учителей и более 800 детей пока записано. Это новая школа. Все дети учились в разных школах. И мы недавно посчитали, посмотрели, откуда прибыли дети. Прибыли из 23 районов республики Бурятия, города Улан-Удэ. Руководство школы прогнозирует, в следующем году детей здесь будет около тысячи. Сейчас только в первые классы набрали две сотни учеников. Несмотря на то, что двери школы открыли впервые, загрузка уже в две смены. Потому в довесок школе Улусу подарили и новый школьный автобус. Здесь вопрос был в количестве очереди. То есть сколько детей, учеников, как далеко ездят в школы. Ну здесь в ближайших школах третья смена была. То есть это было исходя из численности детей и в прилегающую территорию. Поэтому здесь, ну только построили сразу 760 детей здесь. В поселе построили школу, а там в нее уже записано. Вот пытались 1600 детей записаться. Это проблема всех пригородных районов. Городская агломерация продолжает расти за счет сельчан. В этом году в прилегающих к Улан-Удэ районах запустили сразу 5 новых зданий. Для решения проблемы третьей смены. Так даже проще соблюдать антиковидные меры. Задача стоит ликвидация трехсменных школ. Мы эту программу выполняем. Глава республики Бурятия, народный курал, депутаты народного курала, правительство. И мы ее выполняем успешно. Ряд школ уже построены. И остальные школы в течение ближайшего времени мы построим. Поэтому сегодня это великое событие. Современные школы распахнули двери. Новые школы сдаются полным комплектом. Библиотеки полностью укомплектованы учебниками. Столовые готовы к наплыву учеников. В следующем году в республике откроют еще шесть новых школ. Артемий Шаков, Виктор Гранаско, телекомпания «Оригус». Восточный экспресс движется дальше. И вот о чем вы узнаете на его остановках. Портфель покупали, подорожал заметно. Ждать ли роста цен в ближайшее время? Прогноз от экспертов и наших горожан. Красится в первую очередь краска непосредственно. Старым домам новая жизнь. Где и когда отреставрируют фасады. Освежить свои школьные знания. Получить новые. А «Оригус» образовательный. Интеллектуальные премьеры нового сезона. Матрос погиб при странных обстоятельствах на Байкале. Трагедия произошла в понедельник. 21-летний человек пропал прямо с теплохода. Спустя сутки его тело нашли в озере. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Ну и о других ЧП далее коротко. Расплачивался в магазинах фальшивками. 25-летний Улану Деннис по такой схеме смог обналичить 15 тысяч рублей. Купюру купил в интернете. Определить подделки продавцы не смогли. Когда обман вскрылся, юноша во всем признался и возместил ущерб с учетом раскаяния. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно. Женщина обокрала 86-летнего пенсионера. Жительница Заиграева пришла к нему в гости. Во время разговора, пока пенсионер отвлекся, украла деньги из шкафа с одеждой. Когда мужчина обнаружил пропажу, обратился в полицию. В ходе патрулирования росгвардейцы задержали подозреваемую возле магазина. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Должен был отремонтировать машину. Вместо этого угнал ее. Женщина оставила авто на станции техобслуживания знакомому автомеханику. Вместо ремонта он уехал на железном коне в район, чтобы погулять с друзьями. Хозяйка написала заявление об угоне. Когда мужчина узнал, что его разыскивает полиция, бросил авто на одной из улиц Мухуршибири. Уйти от ответа не удалось. Возбуждено уголовное дело. Ну, с автомобилями вообще бывают разные ситуации. Например, купить машину, попытаться ее забрать и долго обивать пороги. Такой квест проходит герой нашего следующего сюжета. Сделка легальная, продавец не частное лицо, а госструктура. Но тогда в чем же дело? Без дежурного по городу разобраться не получилось. Мужчина поучаствовал в торгах Росимущества и приобрел там автомобиль. Деньги заплатил, а вот машину ему не отдают уже почти месяц. Он обратился в рубрику «Дежурный по городу». И сейчас мы с ним встретимся, и он расскажет нам обо всем поподробнее. Станислав, здравствуйте. Росимущество ссылается, что приставы должны передать нам автомобиль. А приставы утверждают, что Росимущество. Сейчас машина находится на штрафстоянке. Какого числа вы перевели деньги и в каком размере? 11 числа 80 тысяч нет. Я предлагаю сейчас, может быть, съездим в Росимущество. Купить конфискованное или арестованное имущество может любой желающий. Информацию о том, что продается, можно найти на сайте Росимущества или на портале торги.gov. Продают как квартиры, так и бытовую технику или автомобили по ценам гораздо ниже рыночных. Например, наш герой купил Nissan Coupe 2001 года выпуска за 80 тысяч рублей. А мы тем временем прибыли в офис Росимущества. Мы никаких комментариев не даем. Нам отдадут автомобиль не делать? Вам отдадут. Езжайте, получается, забирайте автомобиль. Собирайте по обходному листу, если у них регламент мы установлены. Нам что делать? Как забрать автомобиль? Как вы там отдадите? Не отдадите автомобиль. Придете без журналистов, так мы с вами собираемся. Как вы на камеру работаете? Станислав, поговорили с специалистом, что обещают? Сказали, чтобы вы приехали на штрафстоянку, заплатили деньги с акта приема-передач и забрали автомобиль. Поедемте проверим, наверное. Отдадут, не отдадут автомобиль. Мы сейчас приехали на штрафстоянку, она находится на Преречной. Станиславу пообещали, что машину сегодня отдадут. Но вот он ушел. Будем ждать результатов. О, Станислав. Ну что, как итоги? Дают машину? Машину, в общем, не отдают. Сказали подписать обходной лист всех начальников. Начальник службы безопасности, начальник АХС. Это люди штрафстоянки или чьи это люди? Ну, я не знаю. Как с ними связываться, чтобы эти подписи собрать? Начальник АХС номер дали, но он был выключен. Я звонил начальник службы безопасности и сказал, что не подпишет, пока начальник АХС не подпишет. Почему, чтобы забрать свой купленный автомобиль, нужно пройти все круги бюрократического ада, мы обязательно спросим у ответственных лиц. А если и ваша проблема превращается в откровенный футбол, обращайтесь дежурному по городу. Будем добиваться финального свистка вместе. Никита Корабенков, Бадр Халматов, телекомпания «Аригус». Меньше половины домов успели подготовиться к отопительному сезону в Улан-Удэ. В преддверии холодов в городе проверили жилищный фонд и качество ремонта коммуникаций. По плану должны были переложить 14 километров тепловых сетей. Пока из 50 участков капитальный ремонт завершили только на 39. Предварительно отставаний от графика нет. Созданы комиссии по проверке жилищного фонда к отопительному сезону и комиссии по проверке теплоснабжающих организаций к отопительному сезону. На сегодня уже проверено более 70% многоквартирных жил и домов. На сегодня из 2157 уже 947 домов имеют акты готовности. Получается, это 44% от общего числа многоквартирных домов. Город обещает обеспечить стопроцентную готовность жилого фонда к наступлению холодов. По планам мэрии в этом году число жалоб на качество коммунальных услуг должно значительно снизиться. Инфляция снова ударит по кошелькам горожан. По прогнозам аналитиков в России, рост цен в сентябре может ускориться до 3,6%. По данным Росстата, в этом году из-за антиковидных мер инфляция замедлилась до 3%. Но чем больше правительство ослабляет ограничения, тем быстрее разгоняются цены. Статистика ожидает, что к концу года рост цен достигнет отметки в 3,8%. Однако Центральный банк ожидает, что ее верхняя планка составит 4,2%. Больше всего инфляция должна ударить по продуктовой корзине за исключением стоимости овощей. В период сбора урожая цены на них обычно существенно ниже. Росцен тема всегда актуальная. Чтобы не говорила официальная статистика, нам всегда кажется, что дорожает все и вся. Наблюдение горожан за стоимостью товаров далее в программе. Маршрутки, возможно, подорожают. Если говорят, что 24 рубля, ну, думаю, до этого уровня и подорожают. Портфель покупали, подорожал заметно. В общем, сумма на сборы все равно больше составила, мне кажется, чем в прошлом году. На школу мы кое-как детей собрались. Форму купить хотя бы. Тоже несчастные, это канцелярия брать. Она же здесь дорого же. А если дома один ребенок было бы, я, конечно, ханю так. А тут целых надо собирать. Конечно, ожидаю, в связи с коронавирусом. На продукты, наверное, в первую очередь. Товары посредневные будут. Яблоки особенно. Это вообще, если раньше можно было взять, ну, не знаю, за 99 рублей, то сейчас меньше 150. Здесь 50 нет. Ну, а так-то все. Хорошо хоть свой огород есть. И молочка повысилась, и творог, и сметана. Рыбная, рыба, да. Рыба, если можно было, там 200 рублей купить. Сейчас уже 280 рублей. Наверное, есть какие-то повышения во всем. В продуктах однозначно. В Сбербанке раньше у тебя лимит. Можно было переводить сколько хочешь, а сейчас, говорят, из-за коронавируса. Лимиты. 50 тысяч ты можешь только там переводы сделать. Я, честно говоря, редко в магазинах бываю. Поэтому не заметила, в принципе, никаких сменей. Россияне смогут вернуть деньги за страховку при досрочном погашении кредита. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. И это не единственное изменение в законодательстве. Какие еще перемены ждут россиян в сентябре, смотрите далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Талантливая молодежь может получить госпремии. Заявки принимаются от жителей Бурятии в возрасте от 14 до 30 лет. Номинации разные. От спорта до творчества. Победители получат по 18 тысяч рублей. Конкурсные материалы ждут в Комитете по молодежной политике. Ну и обзор хороших новостей далее продолжит Евгения Жировова. Всем привет! Это Горсовет. А вы узнали новоиспеченных бурятских рэперов? Депутаты Горсовета записали трек специально ко Дню Знаний. Музыка старая, зато слова новые. Вокал, конечно, не идеальный. Но главное ведь, о чем поют. Не кури сигареты, не пей алкоголь. Это не круто. Это просто ад. Круто, когда есть на полке награды с математической олимпиадой. А вот эта малышка алкоголь точно не пьет, только молоко. Детеныш Альпака появился два дня назад в передвижном зоопарке. Назвали Улана в честь славного города на Уде. За полгода в вынужденной стоянке в наших краях на свет также появились белые тигрята. Одного подарили Этномузею. Этномузей о животных сегодня не рассказывает. В соцсетях выкладывают театрализованные онлайн-встречи и мастер-классы. Лесная ведьма расскажет о героях народных сказок. А рукодельницы научат делать оригинальные пуфики и игрушки. Если делать игрушки, то из экологически чистых материалов. Бурятских студентов призывают присоединиться к всероссийской акции «Эко-добро». Самые активные получат призы и возможность посетить слет зеленых вузов. Зеленые против желтых. И это не политические баталии. Сбермаркет проанализировал покупки жителей Улан-Удэ. Выяснилось, что наши горожане любители арбузов. Их покупают в полтора раза чаще, чем в других регионах. В остальных городах предпочтение дынем. А какие ягоды и фрукты выбираете вы? Делитесь вашими комментариями в наших аккаунтах в социальных сетях. В Улан-Удэ приведут в порядок фасады старого города. Пока в программу обновления попало 8 домов. Почти все они считаются объектами культурного наследия. Обновление фасадов планировали провести в конце лета, но из-за погодных условий не смогли этого сделать. Получены согласия собственников на проведение работ. Получены также все необходимые разрешения в соответствии с законодательством в области охраны объектов культурного наследия. Красится в первую очередь краска, непосредственно сами наличники, карнизы. Ну то есть вот тот декор, та красота, которая украшает дома. Сами стены красятся антисептиками. То есть это защитные краски, которые они слегка придают какой-то оттенок. На покраску домов старого города намерены потратить два дня. Если погода позволит, к работе приступят уже в следующие выходные. Сегодня начался не только учебный год, но и образовательный сезон на телеканале «Оригус». Его главная премьера – финал программы «Великолепная пятерка». Сезон не удалось доиграть весной из-за ограничительных мер, но сейчас все разрешения получены. Когда ждать в эфире? Какие еще проекты помогут вам улучшить память и знание родного языка? Расскажем далее. К этому наша телекомпания готовилась почти полгода. Последний розыгрыш «Великолепной пятерки» остановился на стадии полуфинала. Благодаря Федеральному агентству по печати и массовому коммуникации 13-й сезон все же обретет победителя. И чтобы вспомнить, кто продолжает борьбу, мы повторим все игры в будние дни. Первый полуфинал ждите 20 сентября. Начинали десятиклассники, заканчивают уже одиннадцатиклассники. У нас были и восьмиклассники, и девятиклассники, и одиннадцатиклассники впервые. Ну, значит, вот эти четыре команды войдут в историю нашей программы, как минимум. И мы решили, что будет честно, если они доиграют этот сезон. Даже вот в таких стесненных условиях без зрителей. Может быть, они за лето успели подготовиться, и сейчас будут на раз щелкать наши сложные вопросы. Щелкать сложные вопросы сможет любой, кто пройдет нашу школу памяти. Как быстро выучить языки, подготовиться к экзаменам и использовать свой мозг по максимуму. Все это в коротких видеоуроках. Вам расскажут преподаватели Центра развития памяти «Школа Мангатаева». Каждую среду и четверг примерно в семь вечера. Сегодня мы с вами разберем песню «Алихатен». С песней не только жить, но и учиться хорошо. Этим мы будем заниматься каждые выходные в эфире телеканала «Аригус». Главная идея второго сезона проекта «Бурядар» — «Дугорял» — знакомиться с бурядским языком через любимую музыку и популярные тексты. В этом сентябре мы выстроили программную сетку телеканала «Аригус» таким образом, чтобы приурочить часть проектов к долгожданному началу нового учебного года. Все они будут интересны, конечно, в первую очередь детям, но и взрослым тоже. Потому что каждый из нас получает возможность, сидя перед экраном телевизора, освежить свои старые школьные знания, получить какие-то новые и даже немного подучить язык. Есть чем удивить и самых маленьких. Встречайте каждое утро выходных с лучшими спектаклями театра «Кукол Ульгыр». Каждую неделю оригинальная постановка. Проведем этот сентябрь познавательно и вместе. Евгения Жировова, Сергей Смоленинов, Виктор Немаев. Телекомпания «Аригус». Что ж, будем чаще встречаться и неважно на каких площадках. Смотрите нас по телевизору, а также на сайте origus.tv и во всех аккаунтах в соцсетях. Это была программа «Восточный экспресс». Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова